Всем привет! Сегодня мы ответим на вопрос, почему надо конвертировать ролики в DXV, а почему иногда можно этим пренебречь. Да, это видео про обзор и сравнение кодеков для виджейнга. Тестировать мы будем нагрузку на систему при использовании определенных кодеков, чтобы не сильно углубляться в тему, но все же получить ответ на вопрос урока. Я уже подготовил композицию с несколькими одинаковыми роликами, но с конвертированных разными кодеками. В первой колонке ролики с кодеком MotionJPG, использующий покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображения JPEG. Во второй колонке ролики с кодеком H.264, использующий лицензированный стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества. В третьей колонке ролики с кодеком HubQ, это видеокодек с открытым исходным кодом, работающий на графическом процессоре. Позволяет работать с видео высокого качества, сохраняя производительность и не нагружая центральный процессор. В четвертой колонке ролики с кодеком ProRes 422, кодек отличается повышенным битрейтом и высоким качеством сжатия видеоизображения. В пятой колонке ролики с кодеком DXV3.0, High Quality. Это кодекс с аппаратным ускорением, работающий на графическом процессоре. Распаковка видеокадров выполняется непосредственно на видеокарте, а это значит, что вы сможете работать с гораздо более высоким разрешением и частотой кадров, с гораздо меньшей нагрузкой на центральный процессор и оперативную память. Тесты производились на довольно мощной системе, поэтому держите в голове этот факт, что на компьютерах предыдущих поколений не таких мощных, разницы в результатах могут увеличиться в несколько раз. Все футажи имеют разрешение 1920 на 1080, частоту кадров 30 и продолжительность в 1 минуту. Давайте сравним время рендера роликов и их размер. Motion JPEG отчитался за 58 секунд и занимает 818 мегабайт. H.264 отчитался за 21 секунду и занимает 117 мегабайт. H.Q. отчитался за 26 секунд и занимает 2,5 гигабайта. ProRes 422 отчитался за 16 секунд и занимает 934 мегабайта. Dexv3.0 High Quality отчитался за 41 секунду и занимает 1,8 гигабайт. По итогам конвертации роликов, кодек H.264 занимает первое место по скорости рендера и на меньшему весу файла. Давайте перейдем в Resolium и посмотрим на разницу в проигрывании роликов и нагрузке на компьютер. Resolium использует ресурсы видеокарты, чем меньше мы будем нагружать процессор и оперативную память, тем лучше для нас. Запускаем ролики с кодеком M.JPEG и меняем направленность проигрывания и создание эффекта нагрузки. Как видите, процессор загружается в среднем на 21%, видеокарта на 42%. Переходим к H.264. При запуске ролика видим скачок нагрузки на процессоре до 80% и в среднем показателе 30%. При этом видеокарта нагружена на 35%. Также появляется нагрузка на оперативную память. Но самое главное, что ролик проигрывается в обратную сторону рывками. Переходим к H.A.P.Q. Процессор нагружен на 8%, а видеокарта в среднем на 40%. Переходим к R.S.422. Процессор нагружен на 24%, а видеокарта в среднем на 32%. Переходим к DXV3.0. Процессор нагружен на 10%, а видеокарта на 40%. По итогам проигрывания роликов в Resolume, H.A.P.Q. показал наилучшие результаты. Давайте посмотрим таблицу и сравним полученную статистику. Чем меньше время рендера, размер, нагрузка на систему, тем лучше для нас. Также не забываем про возможность микшировать видео. Теперь давайте подытожим таблицу, переведя наши результаты в формат баллов. Посмотрим на эффективность каждого кодека для VG в соответствии с этими баллами. Наилучшим кодеком для работы в Resolume является рекомендуемый разработчиками DXV3.0. Не самый маленький размер файлов, но меньше, чем у H.A.P.Q. Компенсируется минимальной нагрузкой на процессор и максимальном использовании видеокарты. Если вы хотите уменьшить вес футажей, то можно изменить формат в кодеке с High Quality на Normal Quality. Только обязательно сравните качество и наличие артефактов в получившихся роликах. Наихудшим кодеком признается H.264, но мы можем его использовать в ситуации, когда нет времени для конвертации роликов и достаточно просто проиграть файл, не применяя к нему никаких действий. Главное помнить, что при подключении низких экранов и работе с расширенными настройками мэппинга нагрузка на систему будет увеличиваться. Также настоятельно рекомендую на время выступления хранить ваши футажи на SSD диске. Надеюсь видео оказалось полезным, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях и я обязательно отвечу.